Добрый день, Дмитрий. Добрый день, коллеги. Нам действительно есть чему радоваться в этом году. Минфин в позитиве, банки в позитиве. Рынок в позитиве, да, поэтому я позволю себе быть не негативным, но консервативным, назовем это так. Спасибо. У нас действительно ситуация на рынке беспрецедентная. Цифра 4 миллиарда долларов уже много раз звучала, я думаю, еще сегодня несколько раз прозвучит. Но я хотел бы вернуться на минутку в 2018 год. Вы знаете, мы прошлый год тоже начали с цифры 5 миллиардов, потом рынок достиг своего пикового значения 14,6. где-то в марте месяце. Потом в силу природных, скажем так, явлений были погашения. Часть нерезидентов, которые вложились в короткие бумаги, они начали выходить. Но каких-то шоков на рынке как таковых не наблюдалось, даже на фоне повышения учетной ставки. То есть рынок был так или иначе прогнозируемым. Ровно до того момента, до осени, когда у нас на тот момент еще сезонные явления наблюдались, началась сезонная девальвация, начался ликвидити сквиз, и нерезиденты, была неопределенность определенная по МВФ, и нерезиденты решили сократить свой портфель до того уровня, который он был на начале года. И на самом деле мы разговариваем о суммах 100-200 миллионов долларов. На фоне текущей ситуации это абсолютно немного. Но эта ситуация привела к тому, что в момент их выхода вторичный рынок вырос на 3-5%. И как вначале сказал Владислав, и это действительно так, у нас средний тикет на рынке это 5, максимум 10 миллионов долларов. Это может случаться в день, а может случаться в неделю. Так вот, я считаю, что, опять же, в первую очередь представитель небанковской структуры, что в первую очередь нам надо решать проблему краткосрочной ликвидности. Я даже, наверное, могу предложить пару вариантов решения механизмов этой проблемы. В первую очередь мы можем и должны, мне кажется, внедрить механизм биржевого РПО через центрального контрагента. Это сразу снимает вопрос лимитов банков. Это, безусловно, приносит, по моим оценкам, несколько миллиардов на рынок РПО, который в моменте, ну, наверное, миллиард, может быть, два. Но явно там не десятки миллиардов. У нас, если посчитать, у нас на протяжении всего года в депозитных сертификатах Нацбанка находилось в среднем больше 50 миллиардов гривен в день. Ну, явно часть этих денег, да, естественно, часть из них в двухнедельных инструментах, часть из них овернайт, но явно несколько миллиардов может перетечь на ресурсный рынок. И одним из механизмов, как мне кажется, это может быть проведение аукционов РПО с госказначейством. Потому что, опять же, у нас на начало августа, если я не ошибаюсь, там было порядка 40 миллиардов плюс. На начало сентября уже 60. Ну, я очень сомневаюсь, что внутри месяца в какой-то из моментов эта цифра была равна нулю. И это ситуация вин-вин, в которой рынок получает гарантированную ликвидность больших объемов, а Министерство финансов имеет возможность, ну, как минимум, компенсировать часть затрат на обслуживание долга. Вы знаете, это что касается краткосрочной ликвидности. Если мы говорим о более долгосрочной ликвидности и покупательской способности вторичного рынка, то в первую очередь, наверное, поблагодарю всех, кто участвовал в запуске бриджа в виде клирстрима. Это действительно круто. Это добавило дополнительной ликвидности. Это хорошо. Но давайте не забывать, что это так или иначе, это инфраструктурный элемент. И ценообразование на локальном рынке происходит на данный момент, как минимум, на локальном рынке. И у меня были дискуссии, не сейчас, еще там в начале этой недели, на прошлой неделе. Вы знаете, люди, не резиденты, с не резидентами, не резиденты начинают задумываться и задают один и тот же вопрос. Они говорят, ну вы понимаете, позитив, все в одну сторону, один продавец, много покупателей, продавец Минфин, все круто, все заходят. А что делать, что вы будете делать со вторичным рынком, когда часть, мы даже не говорим о ставке 11, 10, вот часть, когда ставки достигнут уровней 13%, что вы будете делать, когда часть не резидентов захочет выйти на 100-200 миллионов долларов, 300. Вот у меня скорее вопрос к господину Юрию, действительно, а что мы будем делать? То есть, я, наверное, для себя вижу, и я думаю, вы прокомментируете. Во-первых, очевидно, есть, будет позитив, а уже, наверное, очевидно, что пятилетний выпуск будет включен в индекс. То есть, как вы видите спрос на этот выпуск? Скорее всего, ведете ли вы дискуссии с глобальными банками, которые будут непосредственно покупателями этих бумаг в фонды? И последний, еще один вопрос. Как вы оцениваете вероятность поддержки вторичного рынка в ситуации, когда первичный рынок может стать конкурентом вторичному рынку? То есть, рассматриваете ли вы возможность выкупа собственного долга, допустим, замены его на более краткосрочные ситуации, когда происходит, опять же, там, ликвидити сквиз и краткосрочные шоки? Спасибо. 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 Спасибо.